До начала нового учебного года остался месяц. В это время в школах ведут последние проверки и приготовления. Скоро пустые коридоры заполнятся детьми. Так что главная повестка августа – обеспечение безопасности учеников. Наша съемочная группа присоединилась к инспекторам в школе номер 28 на улице Чернышевского. Основные мероприятия, на которые мы обращаем внимание, это наличие и соответствие эвакуационных выходов, пути эвакуации, работоспособность систем противопожарной автоматики, наличие первичных средств пожаротушения, огнетушителей, наличие вывода сигнала срабатывания систем противопожарной автоматики в пожарные подразделения. Ну и, конечно же, проверяем знания и действия персонала образовательных учреждений в случае пожара. Сотрудники МЧС вместе с администрацией и охраной школы прошлись по этажам и лестницам, заглянули в подвал. Тщательно проверили доступность 10 аварийных выходов. Все они легко открываются изнутри, как и полагается. На месте также схемы эвакуации, огнетушители и 30 кнопок аварийной сигнализации. Давайте теперь запустим систему, посмотрим, как она сработает, как работает у вас система противопожарной защиты. Мы отщелкиваем стекло шеи и нажимаем. Сейчас должна она сработать. Внимание! Здание пожарное. Просьба покинуть здание через ближайший звук. Мы настоятельно рекомендуем, как отдел надзорной деятельности, использовать жителям городского округа Химки в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. На саморезах прикручивается к потолку, в него вставляется батарейка, аккумулятор, которого хватает на долгое время. И в случае задымления он начинает звонко пищать. Позволит даже спящих людей вовремя среагировать и покинуть помещение в дыму. За последний год в Московской области выросла детская смертность при пожарах. Часто причиной возникновения огня становятся детские шалости. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности дома и не оставлять без присмотра детей. Также обязательны регулярные проверки печей, газового оборудования и электропроводки.